добрый день друзья не другим формат семейный альбом был такой у меня проект предполагал завтрак дома знаменитости с естественность членами его семьи семейный альбом мы фотографии рассматривались фотографии которые съемочная группа готова специально для этого выпуска находила достаточно редкие снимки в конце выпуска я дарил вот этот альбом своему собеседнику но интересно что зачастую мои собеседники предпочитали приглашать на эти телевизионные встречи не членов семьи своих партнеров соратников вот в частности звонецкий звонецкий романа карцева пригласил ну он стал членом своей семьи кстати вскоре после этой записи карцева не стало два года назад ушел из жизни жванецкий все эти сатирики и юмористы все эти знаменитые одесситы они странным образом из народных таких любимцев из кумиров советской творческой интеллигенции стали по общественном сознании для многих такими парнями крайне негативно вспоминают и райкина может быть отчасти здесь есть доля не скажу слова вины но доля константина аркадьевича райкина и вообще всех этих все все эти прияты хайкинской том числе и жванецкого мне эта природа вот этой устойчивой неприязни было непонятно и непонятно до сих пор может быть потому что я не был и в то советское время фанатом хотя конечно фанатский классик жанра очень смешно очень смешно вот но почему-то вспоминают его сейчас без улыбки те вчера по 5 были очень большие по 5 ну звери по 5 рублей ну очень большие но вчера а сегодня по 3 рубля маленькие очень маленькие такие по 3 рубля но за по 3 но очень маленький и не дома смотрели кит меня выдал это это я думал что вы ушли сами потому что вы вообще на уходе начали до начали он его выгнал потом не он он меня выгнал по-настоящему и уже не 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 бесповоротно мне сказал чобур такой директор театра аркадий сахар решил с тобой расстаться почему потому что он говорил вот это мы берем это мы не берем я хочу уточнить с должности завлита он вас да я считал что это вообще увольнение я тогда пытался даже спится а я читал то что он браковал нет это это нам не подходит на я выхожу блин успех потом он говорит это тоже не подходит я выхожу успех я читаю но вы же сопарковали он говорит но это же собственно он один не он не покупал ничего это же будет прижить театру я просто ли вы где на на стороне на стороне ну и так же так что урана и он все-таки выгнал меня к чертой мать мы добились колоссальных успехов потребление ряда товаров первой необходимости знатоки раскусили фразу профессионалы для любителей повторяю второй раз не пропадать же раз написано тем более я помню хорошо что в этом месте смеялись есть такие капризные юмористы что с публикой сегодня вчера только хохотали на этом месте что случилось у вас с райкиным тоже он вас один раз вообще со сцены выгнал когда вы котлеты с чесноком съели что он не переносил спиртное и чеснок это противно я его понимаю а я был у мамы дома как раз котлеты она сделала с чесночком и мы с ним играли интермедиум он мне говорит ну ты что чеснок я говорю да ну иди до куша я до играть и дальше был прав абсолютно я я ничего не говорю абсолютно прав еще бы перегаром ты вдохнула не перегаром мы мы не это это запрещу один человек ему разрешалось нам нельзя у него была группа пандомимы он взял с театра мы на пароходе стояли шли то ли висе стартово в чернигов то ли да в общем по волге шли неважно куда мы шли значит вот он он показал мне на них на группу пантомимы который он сам принял театр и сказал вот я их думаю с ними расстаться я уже был завлитым я говорю аркадь саш почему они самостоятельно выступают я им говорю откройте свой театр и выступать это он мне рассказывал а я не понимал я из спорта я вентрига месседж я вентрига я вентрига к не участвую я еще с ними не участвует если я попадаю участвую в интриге только как жертва но никогда не не так то так толстыми клошка он он так что пора да 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 один раз намекнул прикрылась потом директор театра потом директора аркадий сакс решил с тобой расстаться аркадий сакс продолжал да замечательно это ой хорошо что еще ты написал значит это все проходило как бы параллельно моего вольтин прием на работу и нам директор сказал следующие вы он их уволил он следующий вы будете и так оно и получилось после польши но мы ушли хорошо мы ушли в ушли вы а вы потом уже с меня мальченко меня выгнали а они написали сами заявление об уходе ильченко опять-таки проявил это свой великий характер написал отпечатал на машинке заявление об уходе и это было такой на чей машинке но на моей конечно мы оба уверены вы чувствуете я чувствую него дальше немыслимого заговорились заговорили сделайте Citizen четвертым тот четвертым J4 это четвертым J4 это план esqueю art знаешь как будто вчера все это было так пролетело все помнишь вышел в в линн граде и забыл текст на чисто монолога которое ты еще раз читал ты ты же был тогда не был я вышел читать монолог и ни слова не помню. Я был еще молодой. Стою, и все, и публика сидит. И я стою. И я ушел. Был ты. Потом мне налили полсакана коньяка, чтобы меня вот так вот трясло. Такого не было в жизни никогда. В этом смысле, конечно, отличаются выступления на сцене и вот работа в кино. Здесь должен быть еще Витя. Мы вдвоем с ним. Это Дюма на Кавказе фильм. Фотопробы, да? Да, это фотопробы. Нет, ну мы играли вот так, в костюмах, там все. Был очень хороший сценарий Резо Габриадзе у Дюма на Кавказе. Ну, режиссер был слабый. Он как-то не потянул. Но единственное, что я помню одну фразу, которую сказал Резо. Мы где-то там ночевали на горах там где-то, ну, снимали. И я что-то проснулся в пять или в шесть утра. И стоит перевернутый, знаете, вот, катушка на попе, и на ней лежат колбаски, стоит вино грузинское там. Э-э-э, я не пою. Э-э, в шесть утра. Я встал, подошел, они еще что-то там налили. И вот тогда Резо сказал одну фразу. Давайте мы выпьем за то, что ваша нация дала двух человек. Христоса и Жвадецкого. Сергей Ильич, я эту фразу запомнил на всю жизнь. Смотрите далее. А ком это мэтр? Там, где я выступал, они были голые, и я был голый. За что Михаила Жванецкого ругают в интернете? Я перестал заглядывать в интернет, потому что обижался страшно. Вот читал, обижался. Почему он не видел ни одного выпуска дежурного по стране? Я не смотрю ни одной из своих передач телевизионных. Как он стал женатым человеком? В ЗАГС вы предложили поздно. И почему утаил бракосочетание от друзей? Они тихо там все это проделали. Кто завоевал сердце Михаила Жванецкого? Я довел до того, что я без нее жить не могу. И как Роман Карцев едва не отправил на тот свет Аркадия Райкина? Ему плохо стало. Да, его скорость забрала. А вам какие роли Карцева нравятся в кино? Есть такие? Или вы не воспринимаете его как кино? А он не смотрит эти фильмы? Нет, я смотрю три фильма с Рязаном. Я никогда не знал, что он поет. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Мне настолько был известен этот образ Швондера. Он меньше писал в каждой программе. Я их называю долбодубы такие. Знаете, вот такие вот. И монологу Райкина я читал такой же начальник управления культуры, который говорил, что я не по работе пришел, так же, а буду говорить то, что думаю. А я вспомнил, подожди, я вспомнил, что когда впервые мы ушли от Райкина, и они вдвоем стали выступать, Холодов был такой прекрасный критик, один из главных. Он написал Карцевичка статью равняется Райкину. Да, была статья. Кому-то было это обидно прочитать наверху. Я, я, я представляю. Утесову. Он написал опровержение. Да. Утесов написал, а как-то может сравнивать. И, ну, это уже никого не интересовало. Главное, что она была в неделе, тогда была газета. Приложеньки 200. Ничего, мы с ним вообще не знакомы были. Ну, вдруг он что-то посмотрел, увидел, написал. Мой знакомый рассказывал, кстати, историю, когда на пляже то ли вы попросили Жванецкого, то ли вас попросил Карцев подойти к девушке и с ней познакомиться. Была такая? Никогда у него ошибок не было. Так. Вот они лежат. Там начинается море, здесь тоже море, море человеческих тел, там начинается уже вода. Мы почему-то стоим сзади всех. А вы знаете, какие красивые позы, когда-то с книгой, книга на коленях лежит. Вот так вот, вот так вот голова, книга, колени, море. И вдруг у него интуиция потрясающая. говорит, вот ты видишь, вот справа третий, да, вот сейчас, сейчас она там положила книгу, вот взяла полотенце, вот, подойди. Откуда? Это было метров пятьсот. Он сам, вот, он такой, в этом отношении, главный командующий, подойди. Короче говоря, я подошел, у меня зрение плохое. Я, видимо, подошел и закончился этот день у кафе Прибой, причем не в самом кафе, а у кафе Прибой. И мы уже валялись с этим вином каким-то я купил там. Короче говоря, это был его выбор безошибочный. Я там придумал себе такую, такую штуку. Ну, может быть, что-то было где-то, но мы, мы ведь, когда иногда танцевали вместе в номере. Ну, просто он был уже тогда женатый, а я уже тогда был неженатый. Мы девушек приглашали в номер, в гостиницу, там все, мы с Мишей танцевали, а Витя сидел под этой, как она называется, торшер и читал науку и технику, а мы с Мишей все время все время читал науку и технику, да. У тебя квартира есть? А как же? А я все никак. А что? Да черт тебя знает, то там поругаюсь, то тут поругаюсь, то с тем поругаюсь, то с этим поругаюсь. А что ты ругаешься? Дадут квартиру, потом ругайся. Лодка у тебя есть? Лодка. Лодка. Я с тещей в одной комнате под одним парусом дрейфуем.